На омских рынках открылись ряды для фермеров и дачников, чтобы те сами, без посредников, могли торговать своими продуктами. А вот место, где горожане могли бы продать ненужные вещи, до сих пор в Омске не появилось. Был стихийный рынок, его называли хитрым. На торговцах постоянно жаловались жильцы домов по соседству, продавцы мусорили и занимали много места. В 2013 году чиновники оттеснили рынок к заброшенным цехам завода имени Баранова. Впрочем, там он тоже мешает. Стоит ли бороться с несанкционированной торговлей, выясняла Алена Бензик. Вот, пожалуйста, гильки, гантельки, ключи. На вопрос, сколько стоит, Михаил Бакеев отвечает, а сколько не жалко. На уличном базаре он торгует уже не первый десяток лет. Говорит, здесь любая мелочь рано или поздно найдет своего покупателя. К импровизированным лоткам на тротуарах, газонах и даже проезжей части в выходные дни приходят все, кто хочет поторговаться или обменяться. А Ленина бы вы на что променяли? Променял, на Сталина. На развалах смешались вещи разных эпох. Старая утварь, одежда, книги. На блошиный рынок специально приходят ценители антиквариата. Хохламу вот приобрел. Выходит в 80-е годы. И вот самовар еще приобрел. Такие вещи не купишь в магазине. Такие вещи только здесь можно купить. Вот, наверное, поэтому сюда и приходим. Скорняк во втором поколении Виктор Гринюк мерзнет здесь по выходным не от хорошей жизни. Открыть свое ателье пенсионеру не под силу. Был предприниматель, разорился. Аренда, налоги. И то есть 10-е. Разориться из-за соседства с барахолкой боятся предприниматели. Бизнесмены жалуются, что стихийная парковка у торговых рядов мешает проехать клиентам СТО. Грязь и антисанитария на блошином рынке отпугивает даже самых стойких. Видите, сколько народу после нисколько мусора. То есть, опять же, не решена же проблема с туалетом. Они все ходят за гаражи, либо еще куда-нибудь. Ну, либо вон туда вот, где лес. Соседство с базаром, похоже, не мешает лишь чиновникам администрации Октябрьского округа. Муниципальные служащие в выходные дни не работают. Но, уверяют, барахолка дорого обходится. За счет бюджета здесь поставили биотуалет, контейнер для мусора, оплатили даже частную охрану. Но с каждым годом стихийный базар все сложнее контролировать. С 2013 года ярмарка существует на территории администрации Октябрьского округа. За этот период, по нашим наблюдениям, количество торгующих увеличилось примерно с 300 до 1000 человек. Значит, сегодня торгующие занимают земельный участок площадью порядка 10 тысяч квадратных метров. И количество желающих, или, может быть, количество ассортимента у них товаров, он растет. Соответственно, в рамках данного земельного участка им становится тесно. Один биотуалет на тысячу человек и четыре штрафа за торговлю в неположенном месте за два выходных дня. Не самые эффективные меры организации уличной торговли. А между тем сюда можно водить экскурсии, считает архитектор Илья Залевухин. Кроме какой-то коммерческой заинтересованности у города, то есть это аренда каких-то общественных пространств, которые могут организаторы в этом рынке или как-то там частным порядком, можно оплачивать свое место на этом рынке. Но в то же время еще социальная заинтересованность. То есть люди получают некую такую интересную точку в городе. Дизайнер Павел Потапов говорит, что блошиный рынок больше, чем шопинг, азартнее, чем спорт, познавательнее, чем экскурсия. Потому такие стихийные базары за рубежом все чаще попадают в туристические путеводители. На крупнейшей в мире лондонской ярмарке Павел не смог пройти мимо лавки с шрифтами итальянской типографии 70-х годов. Это просто такой туристический аттракцион. Кто-то составляет слова, кто-то покупает оборудование. Просто какие-то красивые объекты, которые можно прийти домой на полочку поставить. А омские чиновники уже больше десятка лет безуспешно борются с тем, что искоренить невозможно. Закрытая в одном месте ярмарка неизбежно появится в другом. Алена Бензик, Алексей Попов, Евгений Русенко, Александр Лысак. Омск. Здесь.